Вас плохо слышно? Ну, сейчас я посмотрю. А, всё-всё нормально, Игнатий Тихонович. Сейчас 45. А у меня 10 часов, без 15, 10. Я с Армавирова звонил, в Краснодар сыграй, Игнатий Тихонович. Понятно. Вы знаете, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет, не против, Игнатий Тихонович. Я вас слушаю. Игнатий Тихонович, я за вами вот где-то недели две, как слежу, прям ролики ваши смотрю. Много что для себя интересного принял. Я очень благодарен Богу, что такой человек в моё время есть, с которым я могу поговорить, что-то спросить. Честно, я не то, что подлизываюсь, но восхищаюсь я вами, честно. Ну, давайте, что у вас там есть? У меня как бы такие вопросы. Я вот недавно начал прям как увлекаться, не увлекаться, как правильно сказать, но вот интересоваться, как бы читать для себя. Таким я вам писал, может, вы, наверное, не запомнили, я крещён в армянской церкви, в армянской апостольской церкви. Вот такой вопрос, Игнатий Тихонович. Вот как вы думаете? Я понимаю, что вы не можете только один Бог решать, но вот армяне своим мучением спасутся или нет? Конечно, вопрос этот к Богу. Но, однако, если бы у меня был родной брат, и он бы попал, я бы сказал, прими православие. Потому что они отстеклись от своей церкви, сколько лет там Халкидонским собором играли. Я их знаю, люди какие хорошие. У нас тут в Барнауле у них храм есть, святой Репсимии. Такая есть. Она и ваша, и наша святая. Ещё до разделения было. Потому что, как у вас крестят? Ладошки положили, и всё, вы не крещённые. Такого крещения Господь не устанавливал. Он крестился на Иордане. Написано, Евнух и Филипп сошли в воду. Куда? В чашку зайдут у вас? У вас страшные искажения. Вопрос, это даже выправить никак нельзя. У нас бывают священники, ладошка моет голову, мокрая ладошка, а он искажает. И он не может выйти никуда. Я ему говорю, он маленько погонял, может начать делать правильно. А вас звать некуда, потому что это устав. Это норма. Ну, я смотрю ваши ролики, Игнат Тихонович. Я извиняюсь, что перебил. Вы, как бы, по канонам, да? Полное погружение вы имеете в виду, правильно? 50-е апостольское правило. 50-е апостольское правило. Я вам скину материал о крещении. Как поговорим... Я... Скиньте, скиньте. Я привожу 136 свидетельств. А с той стороны ни одного. Хотя бы одно. Да я смотрю. Слово крещение на всех языках. Погружение. Другого перевода нет. Тауфан, баптизм. По-другому нигде нет. По-гречески возьми, по-еврейски. Никакая там викма, омогление там сегодня придумают. Погружение. Единственный перевод погружение. А какое погружение? Я смотрю, девчонка стоит в ладошке. Мы признаем грегано-армянскую церковь. Церковь. Она имеет рукоположение от апостольских времен. Но это-то не решает наше участь, если мы сплошь и рядом будем нарушать. Вы видите, как вот умер Сталин. А сын начал там гордебащить. Китайское посольство пошел. Его в тюрьму и там и... И все кончилось. Не посмотрели, что это сын вождя народов и прочее. Вот у меня, когда явилось это желание, 38 томов своих книг подарить библиотеке мира, мы прошли от Владивостока до Лиссабона и были в Армении. Нас там молодые там библиотеки, конечно, очень хорошо встретили. Но мы быстро поправились и... Нам надо идти, допустим, в Азербайджан. А там дороги нету. Когда мы в Азербайджан стали ходить, так нас допрашивают. КГБ армянское с вами говорили. Какое КГБ? Мы полчаса там не были. Мы отдали. Там поехали дорогой, рыбу купили. У Симон озера ночевали. Вот как там... А когда вы уходили оттуда к армянам, нам нужно обязательно было в Грузию зайти. Из Грузии тогда в Армению. А из Армении-то опять выходить в Грузию и тогда в Азербайджан. Мы это все узнали, посмотрели. Какие вы там имеете земли. Коровы идут, а так отвесно стена, глина, она подошла и глину грызет. А у нас трава в пояс. Там посмотри, вот когда я показываю потеряйку, такие вот огромные тюки, когда мотает машина, так у него выставлено на 5 лет вперед. С чего вы там толкетесь там? Я смотрел, смотрел и про потеряйку, и про ваш лагерь, и про ваши поездки миссионерские. Я вот часто смотрю здесь на скале. А вы были, видели, как мы были в Латвии, где я обратился? Да, 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 52 года назад. Вы мне видеоролик тоже скидывали. Я и так видел, и так видел. Да, по милости Божией. Вот Господь коснулся сердца, привел. Вы на траве напротив здания этого стояли, еще молились. Я смотрел на тролик. Смотрел ролик. Вот говорят, как, как смотрят. Ну, мы знаем, вот, Святой Печерский. Ну, он болел. Болезнь не спрашивает, как. И один привел врача. А он поднялся и говорит, ты врач. А какой вера? Он говорит, я Григорьевна Армянская, апостольская. Да зачем же ты нечестивый зашел, воздух мой отравляешь? Даже разговаривать не стал, выгнал его. Почему? В то время было в силе вот это то, что они отошли от Вселенской церкви. Сегодня я когда разговариваю с армянами, они говорят, а мы, говорит, про него как православное понимаем. Я говорю, а где у вас официально? Ну, мы все так понимаем. Но почему так остается у вас записано то, что вы две воли не признаете? Монофилицию. Две воли... Это я не соглашусь, Иван Иванович. Христос, Богочеловек, Богочеловек. У него воля божественная, человеческая. И два естества, монофизиты. А они признали одна, как одна. И кроме того, когда там крестный ход был, ну, мальчика как ветер поднял или что там, и он исчез в облаках, мальчик. Его долго ждали, там часа через три только он опять опустился. И стали спрашивать, что он видел. Он говорит, слышал, как поют святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Православные добавили, это поют ангелы, а мы-то не ангелы в грехах. Добавили, помилуй нас. А армяне добавили, распныся за ны. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, распявшиеся за нас. Тут с армянами полностью разошлись. Почему? Потому что святая Троица не распиналась. Это песнопение для Троицы. Святые Божии, значит, святые крепкие, святые бессмертные, и налево помилуй нас. Помилуй меня грешного. Вот. А они добавили, распявшиеся за нас. И молились в одном храме, сразу разошлись. сошлись. Зачем добавлять? Какая нужда? Я сейчас не знаю, как они исполняют. У нас, Господи, помилуй, считают 40 раз, а у армян 100 раз. Мы домашней молитвы, только 3 раза. Зачем? Какая нужда? А Господь говорит, воззови, я услышу тебя. Достаточно одного раза. Мы вот молимся, я их спрашиваю. Тут недавно один на меня вышел. Но он свое давит, он не слышит нисколько. Я больше отвечать ему не стал. А я видел, очень такой бордатый, сильно бордатый взрослому. Потому что он спорить хочет, а у нас не положено спорить. Я сказал, а ты не принял. Теперь ты ответственный. Мне не сказано сто раз говорить, один раз. Кто ничего не знает, тот спорит. А кто знает, он возвещает истину. Зачем ему спорить, когда я знаю, что Иисус Христос Спаситель? Вот я с мусульманами беседую. У меня вот только недавно тут бесед 5 было. Я показываю книгу. Он показывает руку. Это хорошо, хорошо. Я говорю, у нас Христос умер и воскрес. Нет, это пророк Иса. Он не умер. Я говорю, откуда вы знаете? Показываю. Может быть, из этой книги знаете? Так она появилась через 650 с лишним лет позже. 600 столетий верили неправильно. Я вам простые вопросы задаю. У вас Дуайт есть? Есть. А у нас Давид. У нас Соломон. Вы назвали вас Сулейман. У нас Авраам. Моисей Муса. Да, у вас Ибрагим. Так, так. Я говорю, а почему? Четыре книги Соломона, вы его упоминаете, а ни одной книги у вас нету. Я вопросы задаю. Дальше. Давид написал Псалтырь. Самая большая книга в Библии. 150 псалмов. Вы его называете, а ни одного псалма нету. Он-то говорил о пришествии Христа. Почему ни одного псалма-то нету? А почему? Потому что кто вам религию эту дал, он ухом слышал, он любознательный был, торговал, женился на торговке. Она в два раза старше его была. И он везде ездил, а там рядом жили за 1-300 и иудеи, там еретики. И он от них это услышал. Сам он не имел. Это нельзя было Библию иметь. Библия это 20-летний труд рабочего. А тройки переписывали. А еще перевод надо знать. Ну и маленько начинает задумываться. А я мусульманин. Я говорю, а что ж ты мусульманин? Усы бреешь, бороду бреешь. Ну это так. Не обманывай сам себя. Мы Божье творение. Я мусульманин. Я говорю, ты не таракан? Значит тебя тоже Бог будет судить. А кто будет судить тебя? Написано Христос. Хотя он говорит, я не сужу слово мое. Не ваша книга. Нашу будем судить. Им тоже надо доказывать. Я не опровергаю ничего. Я говорю, у нас написано, Иисус умер за нас. Все. А у вас написано. Ну делайте по-своему. И куда вы придете? Один сейчас вышел на меня. Вот вы христианин. Мы вас уважаем. Ну зачем вы говорите, что мы террористы? Я же еще не отвечаю. Это еще дуришно. Возьми. Где были взрывы? Во Франции. В Германии. В Испании. В России. Беслан. Норд-Ос. Кто? Может быть буддисты приехали к нам? Может быть шаман этот пришел? Нет. Вся одна вера. Вашей веры. Не нашей. Зачем же обижаешься-то? Террорист. Террорист это воин. Это смелый человек. Так, но у вас написано. Я говорю, а когда он умер, ваш предводитель? Они могут сказать. Ну это... 632 год, по-моему. Я говорю, в 632 году. Я говорю, а он воевал? Ну показываю ему вот нож, ружье. Воевал или нет? Ну воевал. А Христос не воевал. Он говорит, взявший меч от меча погибнет. Вложи меч в ножны. Дальше. Сколько сражений он провел? Повторяю. Например, ну я встречался вот сколько здесь. Ну 300 бесед было с мусульманами. Ни один не может ответить. Ни один. Они вообще не знают. Показываю Коран. Да, да, да. Я говорю, а считай, что написано? Не может. Я говорю, а тут баран. Такие же, как мы у нас в церковной славянске, ничего не понимают. Я говорю, он провел 72 сражения. Я ваш Коран по сурам аятам весь разбираю в сравнении с Библией. Он меньше Библии в 5,5 раз. И меньше Нового Завета в 1,16. Я могу сказать, сколько буквок в переводе русском. Сколько раз упоминается, какое имя. У меня вся статистика. Я на стихи эти находил место в Писании, показывал. Все не так. Тут не так. И тут не так. Вот. 72 сражения провел. Только два были оборонительные. А 70 грабили караваны. Они земли не забавивали. Караваны грабили. И ставили на колени людей. Принимаешь или нет нашу веру? Не принимаешь. Сразу на глазах рубили. А принимают. Вот мы ограбили, сейчас пополам делим. Вот как было. Господь послал своих. И говорит, идите по всему миру проповедовать Евангелие. Посылает, как овец среди волков. Как овец. У нас написано, христиан не убивать. Я говорю, а за какие-то накладывают? Сразу же накладываю на них налог. Он слышит-то, слышал, а не знает. Я говорю, надо учить свою веру. И ты увидишь, что Христос умер за грехи людей. Ваш предводитель не умирал. Он делал добро, помогал. Никто не отрицает. Я говорю, а Чингий Зайтматов, киргизский писатель, герой социалистического труда, написал роман Плаха. Ну и прилетел, видимо, из Москвы. Корреспондент литературной газеты. И говорит, а почему у вас главный герой христианин, а не мусульманин? Вы же мусульманин? Он говорит, да. И он на это ответил. Наш Мухаммад делал добро. Снимал с себя. А Христос умер. Я взял по высшей шкале. Даже он это понимает. И с ними разговаривать можно. Но, как правило, сразу бы клещают и все. Им больше не надо. Я говорю, сейчас рулетка самое поганое в мире место. Тут все попало делать. И вас тут процентов 85. Зачем вы пришли сюда? Я говорю, то, что у тебя дома 4 жены разрешаются иметь, за каждую колым платить. А тут 44, все голые. И платить не надо. И вы, южные жеребцы, на наших кобылах пляшете. Ха-ха-ха. Нам не положено, я говорю, это. Вы своих бережете. Укутали их, как в мешке сидит. А на чужих смотрите. А вот они, мы, когда мы идем, наши идут. Они как одеты у нас все это. Они мусульманки, мусульманки. Мы говорим, это наши христианки. Нет, это наши. Они никого больше не бьют. А дед у нас как езжал, два платка, платья до полу. Видел, видел. Видел, да. Вот у меня на днях был армянин. Видел тут с ним беседа? Ливон. Ливон, Ливон, Ливон видел. Ну вот, видишь как. Он про Стерлингову, да, еще вам рассказывал? Да, я его тут пробирал маленько. Кому ты поедешь? Я видел, держу. Он все попирает. Все для него еретики. Все уж про вас и говорить не надо. Все в еретике. А сам, может, и не крещеные, дети не крещеные. Никого нигде нету. Вовремя денег грабанул, там, миллиарды. А теперь шикует. У меня нету денег, вот, 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 что-то не украли-то. Ну, врет на каждом шагу. И лезете вы все слепые. Бог дает различать духи. Духа какого он? Булка хлеба у него до полторы тысячи. Я смотрю, вот здесь. Ну, что ж тут говорить-то? А он дает бесплатно. Когда бесплатно, селку стыдно брать даже. А одну на месяц. Может быть, кто-то и зашел. Он говорит, может, все к солистам не запускает даже. Да как там и нету. Чего они к тебе полезут туда? Ну, то есть игра какая-то. Надо верить во Христа по Слову Божию, который нас будет судить. И радоваться, что Бог нам оставил это Слово. Не надо смущаться от того, что мы говорим, что евреев Бог избрал. Так Библия говорит. На земле 2896 наций. Он грузин не избрал, русских не избрал. А избрал Авраама. Авраама это семя, избрано им. И мы должны согласиться. Сари принесут дани. Вот они несут. Вот Березовский, Абрамович, и тут все. 72 года работали за палочку, за трудодень. В одну ночь поделили между Израилем и Америкой. А что сказать? Ну, не проклинать, только молиться. Во-первых, ругаясь, если что, ничего не даст. Он Квачков там готовил, говорю, покушение. Насибайся-то. Ну, и все. Залепили 14 лет. Сейчас вышел, евреев даже не поминает. Там хорошо учат их. А я всегда говорю, ты благословляй. Вот у меня привезли одного на Ум Израиле. Еще туда поехал, Ливон. Он его знает в Грузии. А вышел отсюда православным. Три часа побыл или нет. Стал батюшкой. Еврей. У него родители в Израиле. А он на Ум Израилевич. Я видел, по-моему, с его сыном, да, вы общались здесь? Да, да. 47 вопросов я все смотрел. Да, да, да. Час чем-то. Ладше сыном, да, было. Большим акцентом говорит, потому что мать грузинца. Я знал, дети будут расти, а они не будут говорить. Так и есть. Они копия матери. У него-то дома нету. А они так все это от нее принимали. Они думали, что это так и надо. Потому что еще не сделаешь. Ну, добрый парень такой. Художник, по-моему, художник. Добрый парень такой. Да, 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 да. Сейчас вот можно сфотографировать. Сидел бы, кисточкой водил. Когда сегодня, так я сейчас щакну тебе. Самый лучший снимок. Картина Леонерго да Винчи. Рафаэля Репина можно снять. Сегодня время такое. Цветные фотографии в электронике. Тут можно такие баннеры, какие выставляют, там посмотришь. На полулицы. Это не специальность. Специальность вот у нас в деревне. Игорь. Нынче второй. Барабаш. Ладно, да. Вот, пожалуйста, пшеница, ячмень, гречка, горох. У нас рядом живет. Ну, у него немного. 430 гектаров. А рядом вот у нас с нами живет в соседнем селе Евгений Долгоп. Он начал тоже там с малого-малого. Там 40, что ли, гектара было. А сейчас 6700. 6700. А 6700, это комбайн и люди. Он платит им больше в несколько раз, чем обычный. Если есть какие-то скотина, свиньи, отходы бесплатно дает. У нас с ним хорошее отношение. Он бывает потеряет. И когда грейдер надо, он дает, пригоняет. Это целый колхоз, да, у него родители? Да. Колхоз подстепный там. По-моему, вы говорили, он вам, да? Это когда вы книги издавали, он помог, да, по-моему? Да, помогают там люди, да. А мне все помогают. Вот мы ездили, когда в путешествие, ну и в одном порту сидели. Карлс какой-то рожь, это там, Карлсхорст, не знаю даже назвать. И там ездили, подключаются. И смотрим, Великобритания. Мы туда собирались, под Ла-Маншем пройти. Они ждут нас, баптисты, молятся и рукой крестятся. И рядом ребятишки стоят. Я такого не видал. Господи, благослови Игнатия и сотрудников его приехать. Ну вот видишь, как Бог делает. Да, смотрю. Когда газель у вас сломалась, шведцы вы снимали. Я все это смотрел. Это живой Бог. А как вы докажете? Мне сегодня один говорили, а я его ролик уже выставил. На первом месте стоит. Там такие отзывы сейчас. Смешно дело. Только сегодня мы утром с ним говорили. Я уже выставил это дело. Доказательство Слова Божия. Да написать можно. Написать можно, но что ты напишешь? Когда здесь 3600 лет от Моисея, 3600 лет. И все предсказанное сбывается. Почему написано было в Откровении 666? Сегодня на любой игрушке везде штрих-ход. И там центральная буква 666. Как можно было знать? Пусть кто-нибудь напишет. Я повторяю. Меняются системы, эпохи. Почему ни одному народу это не открыто было только евреям? Это Бог. Все сразу замолк. Написано. И падет с неба звезда полынь. И воды сделаются горькие, и многие умрут. Какая полынь? Полынь по-украински, которая черные были, и Чернобыль. И пала эта звезда. Вот и все. Возвысили ее, как звезду до неба. Она теперь пала, разрушилась. Шестой блок взорвался. В пол Европе глаза запорошили. А это написано 2000 лет назад. Это пророчество. И воду там припять течет. Не пить ничего нельзя. Народ-то оттуда вывозили и вывозили. А которые были там, спасали, пожарники, все умерли. Лощевая болезнь. Как это можно было знать, когда не было известно ни о радиации, ни о нефти, ни об угле. Ничего вообще не было. Тут надо малейко-то сказать. Кто знал, что еврейский народ... А еврейский народ занимает 0,16% населения России. 0,16%. Это вообще... А вся власть в руках у них. Вся, абсолютно вся. И пресса, и респруденция, и в школах, и программа, и телевидение, и интернет. Все в их руках. И не надо удивляться, почему. Они работать не пойдут, как мы там уродуемся, дороги делаем, пруды таскаем. Он не пойдет. У него цель проставить Бога. А они пошли за Антихристом. Распяли его. Мы должны сказать им. Они ждут Мессию. А Мессия этот Машиах, это и будет Антихрист. Мессия пришел. Иисус Христос. Он умер за нас. Это самая радостная на земле весть. А мне все равно. Это сейчас все равно. А тогда, когда ты уже там будешь, уже не все равно. Как Феофан Затворник говорит. Сейчас не могу, не хочу. Там можешь, не можешь его потащить демоны в ад. Где огонь клокочет. Сера горит. И бесконечные веки вместе с дьяволом. Хочешь, не хочешь, тебя потащат туда. Еще не было так. А он хороший человек. Хороших в аду очень много. Нас спасает жертва Христа Голговская. Что он умер за нас. И кровь свою пролил страданием на кресте. Меня он искупил. Вот как. Давайте, я вам все расскажу. Такие вопросы, может, еще. Да, смотрите, я повторюсь. Я недавно начал изучать, как бы, это все. Библию. Я вот Евангелие почитал. От Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна. Четыре Евангелия. Потом Деяние апостолов. Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис. Вы вот что посоветуете, чтобы еще, как бы, ну, знания усеять? Что вообще читать? Я бы тебе исход тоже. У нас занятия идут четыре раза в неделю. Это группа Сергея. Да, Сергей. По миру не помню. Никита ведет. Но наша группа впереди идет. Они все наши люди, которые идут. Одни уехали на Украину. Другой еще куда-то. Я не обращенный. И тут многое вы узнаете на наших занятиях быть. Играйте, Тихонич. Просто по времени не всегда у меня получается, что я могу в это время, как они делают эфиры, допустим. А в воскресенье? В воскресенье я свободен. Ну, вот воскресенье. По-московски это у нас шесть. У вас два часа дня. Еще что? Двадцать часа дня. Время такое. Кроме того, вы все ролики смотрите, занятия. Там занятия идут. И вы прямо участвуйте в них. Вообще в любое время. Ну, а кроме того, что занятия-то у нас собрание. Я проповеди говорю. Вот мы сейчас сколько выставляем, я отвечаю на вопросы. Вначале обрабатывать мои вопросы с сайта. А, да, смотрел тоже. Один идет с 55 папок. Начинается от буквы Б. Там бесы, колдовство. И последняя церковь С. И с двух сторон начинает двигаться. Это не два, не три, четыре тысячи. 124 вопроса и ответа. Это мне задавали в университетах, по радио, в милиции. Это все как из прошлого тянется. Я всем подчеркиваю, у меня нет гуманитарного образования, нет религиозного. Я все достигал это тем, что молился, просил Бога и считал, и все это конспектировал. Мои знания идут из книг. А большая часть еще может быть из опыта, что подтверждается это или нет. Можно по-разному понимать, как ты. Но мы православные, у нас строго посты. Вы присмотритесь, какие у нас посты. Если вы не знаете о посте, я вам скину материал сейчас о посте. Это надо строго соблюдать. Никаких там я могу, не могу. Я православный, все сказано о этом. Я православный и глупости долой. Я обязан выполнять. А иначе какой я православный-то? Так, шпана? Я вот в среду-пятницу пытаюсь держать, Григорий Тихонович. Да, хочу пытаться-то. Нам разрешается такое, что есть из растительного. Тут никакого труда нет. Может, я родился в этом, мне разница. Мясо вообще не едим никакое. Не из-за греха. Просто и дорого, и защитное. И соблазн, чтобы другим, я бы знаю. Ну, никакого алкоголя у нас нет. Ни пива, ни брашки, ни ничего нет. Ни грамма. И так ума нет. А выпьешь совсем дурак. Игорь Тихонович, про посты как раз. Про посты хотел узнать у вас. Их четыре, правильно? Ну, таких больших постов. Рождественские. Там по дням все указано. Такого полного материала о посте и о крещении вообще нет в интернете. Потому что над каждым материалом я трудился годы. 57 лет непрерывной работы. И поэтому, вот сейчас в армию идут молодежь. Я им сразу скидываю. Ты не имеешь права брать оружие, давать клятву. А как? Или альтернативное. Если они служат два, тебе три. Ухаживают за больными где-то там. Это тоже нужно. Копать окопы. Но не быть наводчиком, корректировщиком огня. Подтаскивать за снаряды или что-то. На это мы не можем идти. Нас Христос от этого избавил. Ведешь в плен, сам пойдешь в плен. Взял меч, он против тебя обратится. А как так? Я помню, когда Карабаха делили, Ну и одна раненая бабушка. И хирург говорит, она только в себя пришла. У нее там руку или ногу оторвало. Говорит, у нее бессознание было. Только просто... А Карабах наш. Карабах наш. Сама умирает уже. Почему? Они привыкли так. Земли нету. И сколько всего. И непримиримо на века до целых. Какое презрение там и прочее. Друг на другу. А почему? Без Бога. Снайперы на границе, везде. Одного убьет, а в ответ сотню могут убить. И Бог о Бог, никуда не уйдешь. У нас столько земли. Я вчера говорил, что у нас Алтайский край очень хорошее отношение между религиозными организациями. Разных мер. Как будто бы мы в одну церковь ходим. Мы здороваемся. И у нас даже никакой нужды нет. А что я буду? Я им один раз сказал, достаточно. Игорь Тихонович, скажите еще, пожалуйста, про крещение. И вот как меня крестили, как вы говорите, ладошкой по лбу. Это как бы неправильно. Объяснять нечего. Я скину вам сейчас материал. Ничего не было. Дальше не то, что. Был обман. Да еще обман за деньги. Для крещения правильного требуется научение принятия Христа всем сердцем, всем умом, всей душой возлюбить. Второе. Руками священника троекратное погружение, когда ты уже покаялся в грехе. И принять дар Святого Духа. То есть таинство. Потому что священник имеет право на это. Я смотрел, где вы говорите, пять церквей только, которые руководили. Которые сохранили священство. Я вот еще говорю. Я признаю, что это церковь. Церковь со множеством заблуждений. Но она церковь. И церковь это одна. Скажем так, отделение разное. У Христа нет двух церквей. Вот армянская. Она или церковь, или ерес. А то динаминации, конфессии. Это все слово ерес прикрыли этими словами. У меня многие противоречат. А как так, католики? Я повторяю. Одна. Ни две, ни три. Господь говорит, создам церковь. Не сказал церкви. А сегодняшние, которые возникают. Шелуха. Откуда бы они взялись? Две тысячи лет прошло. И вдруг он, что сегодня Христос снова приходил. И сказал, то дезавуирую. Или как? Как одна подпись осталась. Закрыли грехами. Определенная щетка. А одна церковь. Он их опоставил. А они рукоположили епископов. А те других. Если где-то разрыв связи, фальшивка пошла. Виссарион Красноярский. Я когда увидел в интернете, я удивился сильно, честно сказать. И люди верят, что ему. Я как бы не пойму просто. Да мало ли. А мы только знаем, как он. О ком не знаем. А сколько у буддистов. Сколько у мусульман, шииты, сунниты. И кого только нет. Нам нужно твердо держаться того, как установил Христос. Слово Божие. И толкование, как понимать, как святые отцы. Вот у меня есть материал о извещении Марка. Вот у нас проходили. Я могу скинуть. Евангелие от Марка. И считать. С вопросами. Не толкование. А толкование. То у нас вот трехтомник вышел у меня. Полное толкование Нового Завета. А красные книги, я понял. Да, да, да. Все кончается. Ну, сейчас на из них. У меня стихи четыре тома. По 800 страниц. Я не могу издать их. Никак. Почти два миллиона надо за тысячу экземпляров. Но у меня 180 страниц только цветные фото были бы. Уже все, все готово. Пошел, вернулся из редакции. В типографии. Никак. То, что я издавал, по тем деньгам, в общей сложности, это обошлось примерно 52 миллиона. Вот как. Еще что я вам... Ну-ка, давайте. Вот просто на вас смотрю, аж сердце радуется. Знаете, честно вам скажу, Инатья. У меня бывает так, что очаровывается, а потом разочаровывается. Я не молчу, я обязательно скажу. А человек как же так? Причем тут как? Я такой вопрос не ставлю. Я православный. Все, вопросы сняты. Мне не надо говорить ни о бороде, ни о чем. Я православный. Иконы открытые. Подошел, я вижу, никто не подстригает, усы не бреет и ни одной волосинки не трогает. Женщины не ходят в мужской одежде. Я православный. Посты, это моя радость. Это полезно. Вот завтра пятница. Среда пятницы, почти круглый год. Пост. Если вопросов нет, то будем расходиться. Последний вопрос. Можете еще мне подсказать? Вот насчет Пасхи, вот как мы, я не знаю, это может неправильно, как вот на кладбище ходят, там вот куличи, яйца там красят, бьют. Ну это все, я так понимаю. Все может быть, понятно, но никакого отношения к спасению нашему не имеет. Христос пришел не куличинам, чтобы научить печь или яйца красить. Он умер за нас, и мы должны быть для него. Ну символ такой есть, ну и пусть ходят. Меня это не касается, я не хожу. У нас на Пасху, когда там неделя проходит, батюшка идет, совершается там богослужение, а всех помянут, все как положено. И у нас такие ролики стоят, где молятся на кладбище. А чтобы я ходил, сам мертвым поставил яйца, ну явно, что глупости. Мертвый он и ничего уже не знает, его нету здесь. Душа где-то или в раю, или в аду. Надо научиться смотреть реально. И не ценить именно то, что здесь я знаю, я иначе буду по-другому, меня друзья бросят. Это не годится. То торжеще-то, оно уйдет. Богу это не надо. Он сказал, да, со мной. Он говорит, кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает, тот растащает. Собирать это, чтобы люди обратились. Надо свидетельствовать, не молчать. Великое дело спасти душу. Для этого Златалут говорит, что уже тысячи талантов. Игорь Тихонович, огромное вам спасибо, очень приятно было, долгий лета вам в жизни. Вот то, что вы мне сказали, можете мне, пожалуйста, прислать? Я сейчас сказал так. Видите, мы говорим не спасибо, а спаси Христос. А, спаси Христос. Потому что спаси, запятая, Христос. Это я говорю Христу, обращаюсь, чтобы Он спас вас. Да поможет Господь, и благословит. Все, отключайтесь, с Богом. Я постараюсь представить, может быть, к утру. Хорошо, хорошо. Давайте, обычно у меня через 10 дней появляются. Я отсылаю в администрацию, они работают. Но я в городе, поэтому имею такую возможность. Все. Как вам удобно, Игорь Тихонович. Сейчас я материалы буду снижать. Спасибо за субтитры. Давайте, отходите.